так у нас все грустно начинается уже сколько мы так едем конечно мы добрались и сегодня мы на трех мультиках никита с антоном пытаются развязать все то что завязаны рукой профессионала не тогда это просто не так-то это просто ремонт ктм ктм это мотоцикл который надо чинить только профессиональным оборудованием специнструментом жги это на самом на самом деле это надфиль это не типичный замаскированный надфиль в магазине такой сложно найти под заказ тоже фрумча не оценит я думаю а забыл самый главный самый главный специально для пользователя релоид короче для него чувак для тебя специально мы взяли сегодня будем измерять бревна в том числе и бревна в том числе и бревна короче никита рассказывай что получилось чего я решил стоять на камеру вот этого человека вот этого человека решил стоять на камеру я включил камеру езжа вперед я не догадывался что он не заедет на камеру никогда не получается я был уверен что он заедет его когда он остановился резко в самом конце подъема я уже нажал на тормоза практически воткнулся ему в жопу разумеется там круто я вот не удерживаю падаю а он в этот момент взял и газанул и у меня вот сквозь вот эту щель забрал вот это я до сих пор он на бороде и хрустит вообще спасибо тебе большое мы еды с собой не взяли сука зачем остановился зачем остановился то Момент такой, Антон немного подумал, решил записать персональное обращение к Стофею. Он нашел проблему, почему он не заехал в подъем. Был дан неверный угол. А Антон, зачем ты закопал мотоцикл? Зачем ты закопал мотоцикл? А? Не знаю. Не знаю, гражданин начальник, вес побутал. Вес побутал? Да. Вот оттуда, собственно, мы и поднимались. Вот здесь угол немножко видно. Красивый, не знаю, но... Специально для Стофея, от иностранца. Антоха дает угла. Катались мы, катались и прикатились вот к такой вот штуке. Ой, спина не гнется. И Антон вон туда полез. Полезу-ка я тоже. Так сказать, продолжение наших покатушек. Забрались мы на эту башню все-таки. Надо сказать, еле забрались. Силы буквально оставили. Это Антон. И очень-очень сильный ветер. Очень. Шесть часов вечера уже. Мы, в принципе, едем домой. И забыли совсем про бревна. А бревна есть. Мы нашли вот такое замечательное бревно, которое лежит поперек дороги. Вот. Сейчас мы его будем измерять. Антон, намерей. Специально для Релода. 31,5 сантиметр. Вот здесь есть такая читерская штучка. Но мы будем прыгать с обеих сторон. Поэтому я думаю, что она не считается. Продолжение следует... В этот момент подложили вот такое бревнышко, чтобы бревно не каталось. Но колесо переднее попадает вот сюда, его подбивает раньше времени. И почему-то обратный эффект, то есть с этой стороны прыгать сложнее, чем со стороны, где... чем со стороны, где его нет. В общем, мы прыгали через то бревно, его бы нам показалось мало. И поэтому мы прикатили вот такое бревно. Вот такая штука. Будем пробовать. Я даже колесом не достаю. Да, указывайся, помоги ему, Никит. Помоги ему. А то он сейчас сломает всю нашу конструкцию. Куда же помочь? Назад его, назад. Да, пусть идет отсюда. Ты еще будешь пробовать, нет? Да. Давай. Ну не подкаривай. Давай, пробуй. Да. Красавец вообще, а? Вот как это делается. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В сериале Антона спрашиваю Никиту, где Антон? Никогда его в жизни не найти? А это животное лежит там. Нормально замаскировался. У Антона смешная история произошла, у него выросли ноги, поэтому Мотобото ему больше просто не полезно, и он сегодня в перцах. Покатушка наша закончилась, сегодня была замечательная погода, прекрасное настроение, сегодня было все, и пески, и бревна, и вышка, и настроение реально фигесное. И конфетка. И конфетка. Парням хочу сказать спасибо огромное за то, что так весь клавк катали, за то, что мы есть, просто за то, что мы есть, окей. Передадим привет, наверное, Джебел Клубу, да, пусть... Джебел Клубу, да, больше кататься. Да, больше кататься. Меньше писать на форум. Ладно, это не привет, а гадости, ну ладно, ничего. Пацаны, привет вам. Извини, да, красиво. Продолжение следует...